Поздравляю всех, дорогие отцы, братья и сестры, кто и не знаменит в храме, но смотрит это наше интернет-вещание с праздником Дня Воскресного. И сегодня память Святых Отцов Семи Вселенских Соборов. Почему так Святая Церковь специально посвящает день один из воскресных в памяти Отцов Вселенских Соборов? Ибо именно на Семи Вселенских Соборах была выработана та догматическая норма, по которой мы живем и сейчас. Сейчас, конечно, в этой воскресном слове невозможно объять ту великую миссию христианского мировоззрения, догматических формулировок истины нашей веры. Ведь после воскресения Христова, сначала гонения на церковь, которые продолжались три с лишним века, во всем обвиняли христиан. Пожарами в Риме виноватых христианам, их живыми сжигают вместо факелов предбестия Хрибы. Заслуха христиане виноваты. Любые нестроения христиан и христиан жестоко убивали. Три силы были направлены против христиан. Первое – это иудейская элита в основном, которая возненавидела Христа, которая распяла Христа, умерщвила Христа. И они делали все, чтобы стереть имя Христово даже с памяти народной. Подстрекали и языческий мир с ее жрецами, который был второй силой, обрушивавшейся на христиан. Ибо рушилась языческая власть над людьми. А это было невыгодно. Но и Римская империя, как государственная машина, жестоко угнетала христиан. Ибо видели в христианстве, в новой религии угрозу своей власти. Ибо по законам Рима верховным богом считался император. И часто его поклонялись именно как божество. А здесь христиане готовы были идти и шли на смерть, но не поклонялись ни идолам, ни императору, как Богу. И, конечно, это вызывало жестокое ненависть и гоняние. Но, кажется, вот он пришел, благочестивый император Константин Великий. Церковь становится даже государственной. И все бы, кажется, было хорошо. Но ведь, как сказал еще апостол Павел, что наша братья не к плоти и к крови, но к силам злобы поднебесной. То есть, со Христом и с христианством боролись, борется и будет бороться до скончания века с Павлом. И вот, случается, всевает умы христиан, вот эта еретическая мысль по Христе. То Христа признает просто человеком, то во Христе видят лишь одну природу, что все теряется мысль, то идет совершенно извращенное толкование о Святой Троице. И под конец это икорабольческая нерезь. И вот святые отцы из веков в век на протяжении семи с лишним веков боролись с еристиками, выкристаллизовывалась догматическая истина веры. И вот на этих семи апостольских соборах, на их правила и по сей день зиждется учение Церкви. И вы должны четко понимать, что отступление от святоотеческих соборных постановлений является величайшим грехом. В том и сила нашей Церкви. Не в архаизме, которым нас обвиняют, чтобы мы изменили наши каноны, отступили от святоотеческого учения, и приняли бы нормы века сего. Нет. И еще раз нет. Мы стояли, стоим, и будет Церковь стоять на твердом фундаменте, который основал сам Христос. Ибо Он сказал, «Созиждут Церковь мою, и врата адова не одолеют ее». А святые отцы уже применительно к нашим человеческим меркам и разума выработали учение церковное в домах. И они для нас святы. Святы до скончания века. Поэтому я обращаюсь к вам, дорогие братья и сестры, дорожите церковной истиной. Храните церковную истину и веру отцов наших. Запомните, дни сегодняшнего злавоповедрия показали и доказали нам, сколь беспомощны человеческие потуги. Коль Господь иногда попустит, не посылает Бог зла, мы Его сами источник. Бог только попускает жизнь по нашей воле, ибо Бог не принуждает нас в благочестие. Бог дает нам силы и правила, а в нашей доброй воле или с Богом, или без Бога. И вот когда мы с Богом, тогда все успешно, все спокойно и все мирно. с Богом, если мы повсеместно и в личной жизни, и в общественной, и в наших так называемых общечеловеческих нормах и правилах отступаем от законов Божьих, то мы пожинаем то, что сеем. Горе, печаль и слезы. Но как было всегда, помните, исцеляя прокаженных, расслабленных, Господь исцеляет и говорит, все здрав сегодня ты исцелен, больше не согрешай. То есть источники всех бед нашей грехи. Дай Бог будем усердно молиться вот эту неделю, чтобы мы смогли бы встретить День Святой Троицы уже молитвенно совместно в наших храмах. Но для этого нужна действительно и наша дисциплина, и соблюдение тех норм, которые есть для сохранения от неотдуманных заболеваний. И тогда, по милости Божьей, надеемся, я еще раз повторяю, надеемся, чтобы хотя бы в какой-то мере мы День Святой Троицы смогли бы встретить молитвенно в наших храмах. И для этого мы должны сейчас особо провести эту седмицу в молитве и воздержать. Дабы Господь призрел на нашу печаль и на наши спорты. И дал бы нам не спасла свою милость насладиться храмом, молитвами общими, дабы мы прославили Его, Бога Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Храни вас всех, Господь, Божьим благословением, да пребывает над нашей Матушкой России, над нашим благословенным Татарстаном, над вашими семьями, сохранит вас Господь в мире и добром здравии. Болящим желаю скорейшего выздоровления. Берегите себя, храните мир, а Господь будет хранить нас. и будет вероят и с его и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok